Отношения с Россией стали одной из главных тем дебатов между кандидатами на пост президента Франции. До выборов три дня и эмоции били через край. Риторика оппонентов была жесткой и подчас далекой от политкорректности. Французские страсти в материале Людмилы Панасюк. Бездарные дебаты, великие дебаты, зрелищное шоу, позорное зрелище. Как только не называли СМИ словесный поединок между лидером центристов Макроном и ультраправой Липен. Состязание и правда было тем еще. Кандидаты в президенты были слишком эмоциональны и некорректны. Задала тон лидер национального фронта. Она всячески пыталась оскорбить Макрона. И улыбка его похожа на гримасу. И сам он всего лишь бездушный банкир. Вы видите отношения между людьми только с точки зрения прибыли и дивидендов, какие они могут приносить. Я вот совсем не такая. Макрон не остался в долгу. Отвечал колко, но хладнокровно. Без лишних эмоций и оперируя фактами. Безусловно, вы можете все грехи за последние 30 лет повесить на меня. Но я в политике гораздо меньше, чем вы. За 160 минут дебатов коснулись тем экономики, социального обеспечения, терроризма и международных отношений. Но по сути ни один вопрос так и не прояснили. Зато взаимные обвинения оппонентов были очевидны. Макрон заявил, что президент Липен будет находиться под влиянием Путина. Лидер национального фронта парировала. Ее соперник и вовсе подкаблучник. Независимо от исхода выборов, Франция будет руководить женщина. Либо я, либо мадам Меркель. Это реальность. Да прекратите же эти смешные формулировки. Ну, конечно, я права. К счастью, у нашей страны дальновидное руководство. Успокойтесь, дайте мне закончить. Я очень спокоен, мадам Липен. Говоря об отношениях Франции и России, которые сейчас достаточно напряженные, Макрон также вспомнил об Украине и Сирии. Он подчеркнул, будь он президентом, на уступки Москве не пошел бы. Что касается мистера Путина, он находится за столом переговоров по ряду вопросов. Украинскому конфликту, где необходимо добиться деэскалации. Сирийскому кризису, где Россия также часть решения. Но я не поддамся диктату господина Путина, и этим отличаюсь от госпожи Липен. Что касается французов, которые внимательно следили за дебатами, то они разочарованы. Дебаты были жаркими. Я не смогла посмотреть их полностью. Но агрессия меня пугает. И она исходила от национального фронта. Терпеть их не могу. Это был сплошной поток грязи, причем с обеих сторон. В любом случае, думаю, Макрон сохранит преимущество. По итогам дебатов, Макрона поддержали около 63% телезрителей. Марин Липен – лишь 34%. Ситуация кажется очевидной. Но если вспомнить американские дебаты Трамп-Клинтон, то не стоит торопиться с выводами. Впрочем, кто победит, узнаем уже скоро. Второй тур состоится уже в это воскресенье. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер.